Добрый день, уважаемые коллеги! Начинается осенняя сессия в стенах Государственной Думы. Депутаты и отдохнули, и позанимались выборами. Готовы к работе, а работы будет много. Как вы легко можете догадаться, наверное, главный приоритет на осеннюю сессию это реализация принятых населением России поправок в Конституцию. По нашей оценке, около ста законопроектов предстоит рассмотреть из самых разных сфер, и защита социальной наших граждан для нас, для нашей фракции, это приоритет. Все, что касается необходимых индексаций пенсий, необходимых индексаций пособий и многое другое, это, конечно, и изменение в структурах органов госвласти, обеспечивание законодательно нового формата госсовета и многое другое. Что касается фракции «Справедливая Россия», вы знаете, что по регламенту Государственной Думы каждая фракция имеет право внести в приоритетном порядке те или иные законопроекты. Среди таких законопроектов, которые будет предлагать наша фракция, это как раз закон по внесению изменения в закон о пенсионном обеспечении. Речь идет о том, что если по вине пенсионного фонда наши пенсионеры где-то недополучили пенсию, либо не получили ее вовремя, потом необходимо по нашему предложению не только все это выплатить, но и провести еще индексацию, иными словами, пускай пенсионный фонд платит определенные проценты за те задержки, тех сумм, которые были недополучены нашими пенсионерами. Также мы считаем необходимым обязательно рассмотреть законопроект о приравнивании уровня стипендий для наших студентов не ниже уровня прожиточного минимума. Мы считаем, что это давным-давно нужно сделать, потому что на те первые тысячи рублей, которые получают сегодня студенты, абсолютно нереально прожить. Мы вносим изменения в жилищный кодекс. В частности, мы считаем, что должны быть четкие критерии очередности домов на капитальный ремонт. И здесь главным критерием, если дом на момент приватизации уже должен был идти на капитальный ремонт, и все эти годы он не был сделан, в первую очередь именно такие дома следует ремонтировать. Также нас волнует ситуация, когда сегодня действует норма, если люди по разным причинам, а зачастую главная причина отсутствия денег, не поставили счетчики учета воды, газа и прочего, и прочего, то с них берется повышенный тариф. Мы считаем это несправедливым и считаем необходимым отменить такую норму. Мы помним о проблеме лекарственного обеспечения. И в частности, мы видим, что нашему отечественному фармацевту трудно пробиться на рынок. В частности, аптеки взимают за вход, за продажу того нулевого отечественного лекарства от 10 до 30 процентов от стоимости этих лекарств. Вы знаете, что в свое время мы добились этой нормы до 5 процентов для риэлторов, то есть для сетей торговых. То же самое мы планируем, не более 5 процентов входной билет для наших фармацевтических компаний отечественных на аптечный рынок. Это те законопроекты, которые мы будем рекомендовать в приоритетном порядке. Что касается сегодняшнего пленарного свидания, но, естественно, выступит председатель Государственной Думы на открытии сессии, выступят руководители фракции, я в том числе планирую несколько слов сказать. Ну и мы сегодня примем специальное заявление Госдумы, посвященное 75-летию со дня основания Организации Минных Наций. Но это будет неправдичное заявление. Нас волнуют некие шаги, предпринимаемые прежде всего в Соединенных Штатах Америки, которые считают ООН своевочиной и хотят наводить там свои порядки. Это недопустимо. Это международная организация, которая должна действовать в соответствии с международными нормами. Но, естественно, с трибуны Государственной Думы я не смогу не сказать о прошедшем единым дне голосования, который был не единым, а три единым в течение трех дней. Сразу хочу напомнить нашу позицию нашей партии. Именно в этот период, сегодня, в 2020 году, мы считали и возможным, и необходимым трехдневное голосование, беспокоиться о здоровье людей. Но в будущем, когда у нас не будет пандемии, мы считаем, все-таки нужно возвращаться к одному дню голосования, потому что обеспечить должное наблюдение и контроль за трехдневным голосованием невозможно. И мы видим уже конкретные результаты, когда те или иные кандидаты в единый день голосования получали меньше голосов, чем предыдущие два, когда они просто приводили несчастных бюджетников на избирательные участки. В целом, наша партия выступила достойно, подтвердила четвертый статус парламентской партии по мандатам законодательных органов власти и в городских думах. А вот если говорить о муниципальных мандатах, мы уверенно вышли на второе место, опередив на более чем 200 мандатов партию ЛДПР. Низовая работа очень важна в муниципалитетах, поэтому мы считаем, что это хороший успех нашей партии. Но также мы очень рады, что у нас появился еще один губернатор, Олег Николаев Чуваши, и у нас будет пополнение в нашей фракции в «Продиве России», будет новый депутат Александр Михайлович. Самокутяев, летчик-космонавт из Пензы, он вольется в нашу фракцию, потому что он победил на довыборах в Государственную Думу. Уважаемые коллеги, еще раз поздравляю всех вас, журналистов, с началом осенней сессии. Уверен, вам будет много интересного, доставим мы, депутаты, в эту сессию, потому что действительно предстоит огромная законотворческая работа. Спасибо.